Настоящая любовь требует жертв Для кого-то эти жертвы небольшие, почти незаметные А кто-то тратит на возможность быть со своим любимым человеком очень много времени и ресурсов И печально, если все усилия оказываются напрасны В наш проект обратилась Варвара Вот ее история Варвара, что вас беспокоит, почему вы решили к нам обратиться? Ой, здравствуйте, Григорий Мне очень неловко, но вот у меня произошла такая ситуация Я немножечко не уверена в своем муже Мы знакомы с ним давно Но было время, что он по глупости, по неосторожности попал в тюрьму на 4,5 года Поэтому какое-то время мы были не вместе Но я все это время его поддерживала И как только он освободился, мы сразу же подали заявление в ЗАГС, расписались И, соответственно, стали жить вместе Ну, отчасти даже романтическая история Что же случилось? Мне казалось, что у нас все очень хорошо Как бы радужно, романтично Он очень заботливый мужчина, внимательный Ну, все, то есть, начиналось достаточно романтично Даже то, что вы поддержали его в трудный период жизни Говорит о том, что... Да, да, конечно, я была с ним рядом Но у меня есть подозрение, что он мне стал неверен И подозреваю я его со своей племянницей Ничего себе! То есть у меня есть племянница, которая иногда приезжает в Москву Останавливается у меня Сама она из Рязанской области Работает там библиотекарем Молодая, красивая девушка И просто случилась один раз такая крайне неприятная ситуация для меня Я пришла домой И как-то очень все было некрасиво Застала я... Как бы они были вместе, в комнате Михаил очень нервничал Как мне показалось, что Эльза в пыхах застегивала На себя одежду Ничего себе! Действительно, это тревожная история И вышел он из ее комнаты крайне каким-то раздраженным И очень удивился, что я пришла домой Хотя, ну... Я пришла домой после работы Все нормально было Естественно, я не придала этому... Нет, я придала этому значение Но я постаралась никак это не показать своим видом Что меня что-то там смутило Но я больше не могу найти себе покоя Я очень хочу разобраться в этой ситуации Но я не знаю, как мне это сделать Я не могу спросить напрямую А я боюсь, что если я спрошу, мне ничего не скажут Если там что-то есть или нет Я не хочу в это верить Не хочу Но и то, что я видела Это некрасивые вещи Такого быть не должно Не должен мой муж находиться в комнате Если моя племянница переодевалась Раздевалась Ваша тревога понятна А с какой целью ваша племянница приезжает в Москву вообще? Ну, девочка иногда хочет развлечься Походить по музеям Ну, как-то разнообразить свою жизнь В Москве жизнь-то шумная, разнообразная А там, в Рязанской области, такого нету Понятно Ну, и тут есть добрая тетя, у которой можно пожить Да, да Ну, это же моя родственница, моя родная кровь Как же я ее не пущу к себе? Тем более, у меня есть возможность в квадратных метрах Логично Хорошо Давайте, Варуара, мы всю эту информацию проверим Когда в следующий раз она приезжает? Ну, вот как раз, кстати, через примерно 2 или 3 дня Давайте послушаем следующим образом Наверняка нас интересуют события, которые будут происходить в квартире И нас интересует то, что будет случаться, когда Михаил и ваша племянница остаются в квартире наедине Значит, нам нужно будет поставить камеры в вашей квартире Мы договоримся о времени, когда это будет удобно сделать Но обязательно до приезда племянницы Да, я понимаю, да Все, тогда будем на связи и оповестите нас, когда удобно будет нам подъезд Хорошо, да, спасибо Детективы устанавливают наблюдение в квартире Так, ну все, это последнее Ой, что-то я так переживаю Все ли пройдет или не пройдет Смотрите, пройдет, так как пройдет, будут какие-то результаты по-любому Главное, чтобы вы были ко всему готовы Вот я не уверена, что я ко всему готова Ну, во-первых, у вас есть время подготовиться, мы будем на связи Самое главное, чтобы вы вот там, где камеры, не смотрите в эти углы Особенно там, когда не одна, да Потому что это привлекает внимание и выглядит странно Хорошо Если вы вдруг в туру начнете смотреть Спасибо, Каль, спасибо Да, мы на связи, если что, то если у вас, если вы решили вдруг все закончить Звоните, пишите Да? В общем, да В любом случае это по вашему желанию же происходит Да Все, я ухожу Да Не переживайте Спасибо большое На связи Хорошо До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания В какой-то момент раздается звонок в дверь Ясно, что гостья это та самая Эльза, племянница Варвары Алло, Саша Привет Ну все, я приехала Да, все в порядке, хорошо доехала Все, сейчас уже дома Ну, где-нибудь еще часик я отдохну Кофе попью, кофе попью И найду чем себя занять Придумаю Что-нибудь посоветуешь, может быть Ага, как у тебя дела? Ну ладно Ну хорошо, что все хорошо Давай, давай, пока Давай, пока Целую Уже приготовил? Уже приготовил? Да В целом все хорошо, все хорошо, скучно только Ну там, где я живу Ты же сам знаешь, делать особо нечего Так что вот дом, работа На работу хожу В библиотеку свою И там у нас ничего не происходит Вот книги только интересные бывают Это все, что там есть На самом деле А, вот Хорошо, что хоть Вы есть в Москве у меня И к вам вот нужно приехать на выходные Это, по-моему Единственное, что сейчас красит мою жизнь Тут хотя бы есть чем заняться Наверное, когда-нибудь сюда перееду совсем В Москву Поскорей бы даже уже Я же так и остателся Из-за той ситуации, которая была У меня начались проблемы у своей Ты будешь так не делать Слушай, я думаю, она ничего не поняла Все в порядке Ну, поняла, не поняла Но все-таки Ну, ладно Ну, в принципе, подозрительный человек Ну, всех подозревает, имею в виду Подозревающих Я думаю, все в порядке Тебе не очень переживать Доктором неприятно Я тебя услышаю Что-то там, в общем, есть между ними Непонятно что Да, вот это Вот это странное высказывание Интересно, что имеется в виду И раз он так нервничает Ну, посмотрим Да Эльза в своей комнате переодевается в сексуальное белье Оставив дверь распахнутой Впрочем, Михаил сидит в телефоне И не реагирует Перфект Алло На, где там, как дела? А тут это, Варкина племяшка приехала Вообще Прошлась, когда приезжала А вообще Какого-то лутерка привела Где-то с ним музей познакомилась Ну, что, тракались тут в квартире у нас Я с работы пришел Не, ну, я, конечно Взял, уточки в рун Выкинул Ну, зашел Кэльзи в комнату ее отсчитывать И она еще не одетая На ту тварька приходит как раз Подумал А она-то не одета И подумал, что у нас с ней был секс Ситуация вообще жопа Ну, да Так, более-менее, да Ну, конечно, напряженная ситуация все равно Такое видеть-то Ну, сейчас, да, так, нормально Но все равно ситуация, конечно, была Она же не одета еще была Одевалась при мне Конечно, подумал, что мы с ней там Потрахались, да Это то, о чем я думаю Ну, как бы, да Это тот самый момент Да Который так взволновал тогда Варвар Кажется, нам надо звонить ей И сообщать о том, что ее Подозрения, собственно, беспочвенные оказались Ну, точнее, она их надумала, получается Добрый день Здравствуйте, ребята Здравствуйте Так, молодцы, что приехали Смотрите У нас есть видео Ваш муж разговаривал со своим другом Андреем по телефону Ага И там важно послушать, потому что из этого диалога становится понятно Кое-что про ту историю В которой, собственно, вы усомнились И из-за которой вообще все подозрения возникли Давайте я включу, послушаем, потом обсудим, ладно? Да Прошлась-ка, поезжала, а вообще Какого-то укирка привела Где-то с ним музей познакомилась Ну, что, тракались тут в квартире у нас Я с работы пришел Ну, да, с работы пришел, отведел Не, ну, я, конечно, взял, уточки выкинул Ну, зашел, кто-то в каком-то уточки, хотя она еще не одетая Ну, а тут Валька приходит как раз В общем, становится понятно, что дело-то было совсем не между ними, да? Не между Мишей и Эльзой А какой-то там был третий персонаж, который был выгнан И вы подумали, что между ними что-то было, да? Да, я накрутила себя в... Да Мама дорогая В общем, тут вот произошло маленькое расследование Такое, само собой получилось Что вы думаете делать дальше? Какие мысли сейчас? Ну, в принципе-то, чисто теоретически-то тогда и смысла дальше нету Ну, то есть получается, что да, надуманные подозрения Ну, да, как бы зря все затеяло Можно сказать, да Ну, в принципе, тогда... Прекрасить все? Вот там, в принципе, там, можете там завтра заехать И там, послезавтра, когда вам будет удобно Да, нужно демонтировать камеры Снять оборудование Вот, когда вам будет удобно Ну, соответственно, чтобы там дома никого не было Да, вы нам сообщите тогда, хорошо, чтобы мы заехали Хорошо, вы меня успокоили Ну, и я себя уже успокоила Потому что прям... Ну, думала, это же какой-то ужас тогда может быть А это все Фильмы пересмотрела Да, иногда, иногда вот... Тетрадки перепроверяла Понимаю вас Смотрите, ну, хорошо, что тут у нас хорошая история получается Да, да Вот, тогда будем на связи Хорошо, да Вы нам пишите, когда удобно приехать Мы приедем Хорошо, да Никто ничего не узнает из ваших Да, спасибо большое Все Всего доброго До свидания До свидания Спасибо вам Слушай, Миш, я тут подумала Вот А твоя жена все равно же нас подозревает Так ведь? Ну, ну, конечно Ну, скажи, я же тебе нравлюсь? Не нравишься? Дохмер, дохмер Ой, это самое Добрый день, ребята Добрый день, Варвар Дело в том, что, ну, вы, наверное, уже все поняли, да? Новости плохие Сразу говорю Факт измены зафиксирован Муж вам изменяет И это именно та Ну, кого вы подозревали Ваша племянница Все происходит у вас, собственно, дома Есть видео Можем смотреть А что мне делать теперь? Что делать? Принять эту правду И понять, что вы хотите Как вы хотите быть теперь с мужем Я не знаю Что вы чувствуете по этому поводу Готовы ли вы с ним быть в диалоге Как-то это прощать А точно с ней? Да, совершенно точно с ней Есть видео, например Если вы сомневаетесь с ней Вы же понимаете, что все заснято Я не хочу просто в это верить Вы понимаете, одно дело Я понимаю, что вы не хотите Одно дело догадываться А другое дело узнать об этом Прекрасно понимаю, да Да, да, да Я понимаю, о чем вы И они там сейчас? Да, они там сейчас дома То есть Мы сейчас можем подняться И все это будет Смотрите, мы можем сейчас не идти Например, если вы не готовы Даже не обязательно Мы сделаем так, как вам комфортно И так, как вы хотите Я думаю, что нужно с этим закончить И просто обрезать И все Ну, как бы лучше, наверное, уже не станет Ну, правда уже никуда не денется Да Она зафиксирована Она как факт есть Что делать с этой правдой Из песни слов не выкинешь Решать вам Только вы Вы можете сделать вид, что вообще ничего не знаете Ну, может быть Нет, я Может быть вам комфортнее не знать этого Ну, наверное, если бы мне было комфортнее не знать Я бы, наверное, не стала обращаться к вам Ну, все люди разные И истории тоже Миллион сколько людей Вот столько и вариаций Как это все может быть Господи, как противно Как же противно Нет, надо идти Надо идти и просто все это прекращать Весь этот балаган Я не хочу просто быть настолько униженной Чтобы Чтобы продолжать эту историю Да Потому что, получается, два близких мне человека Которые живут у меня дома Получается, меня обманывают Меня за спиной Да, совершенно верно Нет, я Если вы сейчас готовы пойти То мы пойдем с вами Да Разрешите нам Да, я готова И это хорошо, если вы со мной пойдете Как бы это будет у меня поддержка Хорошо, тогда идем Хорошо Идем Я Просто в этом не хочу верить Просто Сейчас Сейчас я сосредоточусь Сейчас вот будем тебе объяснять Что ты не понял А что понял Я вообще Я долго не могла в это поверить Просто Что такое вообще может Произойти Со мной Что происходит Что происходит Я расскажу, что происходит Что происходит Как ты мог Как ты мог Я столько ждала тебя Я так верила, что мы будем счастливы Вместе А ты Знаешь А съемка зачем Я Съемка На память У меня просто нет слов Чтобы выразить вообще все мое возмущение Которое я испытываю По этому поводу Я тебе сейчас скажу Вообще Что Что ты встал Как истукан То есть тебе нечего мне сказать Да А что сказать Что сказать Можно показать Знаешь Мне уже все показали Что показали И рассказали Да Смотри Вот Понимаешь Я тебя Я тебя Приютила Село Вообще Это свое крыло Что хватит Что хватит И тебе хватит Всем хватит Знаешь Что А вообще Идите-ка вы все К чертям собачьим Знаешь Ты вот Собирай свои Монатки Отсюда Понимаешь Вот даже Полотенце Которым ты вытиралась Тоже Знаешь Иди отсюда Иди Знаешь Нет Все Чтобы я не видела тебя В своем доме Твое малолетнее Приютила я ее К себе Мирная девочка Ей надо помочь Она не из Москвы Учиться она хочет Она не виновата Ты ни в чем Да Я ничего не делала Ах Действительно Собирай свои Монатки И хвали свою Рязань Чтоб я тебя вообще Здесь вообще Не видела И не слышала Что Скотина Скотина Я тебя Михаил Давайте мы вам объясним Что происходит Да Дело в том Что Варвара Подозревала вас В неверности И наняла нас Здесь были установлены Скрытые камеры Поэтому она все Видела Все что тут Происходило Было снято Это меня снимали еще Да Дело в том Что вас снимали Поэтому она все знает Поэтому у нее такая реакция Выкинуть это все Чертя Все это не отстирать Просто Знаешь что И ты Вали Сэнси Вместе Не Резай Не надо Снимать Не надо Снимать Тебя же Наснимали Да Я истеричка Вот и вали Туда На зоне лучше Вот и все Иди туда Иди Вали Как так нужно Как так нужно Когда человек говорит Одно А потом Другой На самый день Все уронил Все уронил А зачем так врать К сожалению Все бывает Да и так тоже бывает Смотрите Небольшойные люди Они Кать Ну как так Так Во-первых Нужно успокоиться Он не стоит Вот таких Убиваний Он не стоит Этих всех Эмоций Слез Себя убивать За это Не нужно Я понимаю Что это все Очень больно Но Это все Можно пережить Сейчас кажется Нельзя Но можно Это самое главное Так больно Разочаровываться Во всем этом Когда ты так веришь Да Когда ты ждешь Когда тебе пишут Нежные слова Говорят Что тебе будет хорошо Да Дело в том Что между написанными словами И реальностью Вот такая пропасть бывает Люди этим пользуются Михаил пытался вернуть Варвару Но девушка не поверила ему Вскоре Миша снова попал в тюрьму Пара развелась Мужчина поддался на провокацию Безусловно Инициатива в этой ситуации Исходила от девушки Задумывался ли он о последствиях Вряд ли А что вы думаете По поводу этой истории Пишите в комментариях к видео И делитесь им с друзьями Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok